Иран подготовлен к возможному вооруженному конфликту, однако власти республики предпочли бы избежать эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с иракским коллегой в Багдаде. По его словам, Тегеран в последнее время делает многое, чтобы предотвратить полномасштабную войну в регионе. Однако исламское государство не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах защиты, своих граждан и национальных интересов, подчеркнул иранский дипломат. «Мы готовы к любым обстоятельствам. Мы готовы к войне. Но мы также готовы и к миру. Это окончательная позиция Исламской республики. Мы полностью готовы к военному конфликту в регионе. Мы не боимся войны. Мы хотим мира и будем добиваться справедливого мира в Ливане и Газе». Аббас Аракчи утверждает, что корнем роста напряженности в регионе являются преступления сианинского режима, начавшиеся в секторе Газа, а затем распространившиеся на Ливан. Глава внешнеполитического ведомства Исламской республики заявил, существует возможность того, что такого рода нарушения Израиля будут продолжаться и в других странах региона. Сейчас регион находится в состоянии повышенного риска. И риск возникновения конфликта, а также обострения напряженности, очень высок. Источником всего этого является преступления сианинского режима Израиля, которые начались в Газе, а сейчас совершаются в Ливане и могут распространиться на другие страны. Это может поставить регион в очень опасное положение. И существует риск возникновения конфликта в масштабах всего региона. Необходимо противостоять агрессии Израиля. Военные операции в Газе и Ливане должны быть остановлены. Контр-адмирал Аль-Риза Тангсириб заявил, что Корпус Стражей Исламской революции разработал несколько планов действий на случай прямой конфронтации с Израилем. Позже глава внешнеполитического ведомства Ирана в соцсети X заявил, что Вашингтон продолжает поставки большого количества вооружений израильскому государству, а также собирается подвергнуть риску своих же солдат, направляя их в Израиль для управления американскими ракетными системами. Продолжение следует...